САХАЛЫ КЕНЕГАНЫ КОРДАХ ПЕТНЕ БЕГЕ ТУТАХ АРАХПАТЫГАР БЕЧІК КЕНЕГА КІХАТЫГАР ТАКСЫБЫТКЕН САХАЛЫ КЕНЕГАНЫ БЕЧІК КЕНЕГА АРАХПАТЫГА РАПАТАХ. САХАЛЫ КЕНЕГА КЕНЕГА КСУЛЕ ВСТАДА УPPЫ vorsкасны бүгеметт репainen затм。 САХАЛЫ КЕНЕГА КАФАТА ГОНО Colombia 0 aft. САХАЛЫ БЕЧІК КЕНЕГА КСУЛЕ ВСТАДАТА Southernょ aerohners Presby Inc. Продолжение следует... 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 обострение? Ну, весной я не вижу причин, почему он должен повториться. Осенью все это повторилось, потому что осенью всегда идет рост воздушно-капельных инфекций. Всегда. И связано это не с особенностями возбудителя, а с эпидемиологической ситуацией. То есть дети пошли в школу, люди вернулись из отпусков. Холодное время года, все собрались в помещениях. То есть все находятся в замкнутом пространстве. Опять-таки увеличивается риск. Что должно такого измениться весной, я не вижу. Другое дело, что я бы могла предполагать возможный рост заболеваемости после Нового года. Из-за той предновогодней ажиотации с покупками подарков, походом по магазинам и так далее. Это возможно. Хотя отсутствие всех мероприятий праздничных, новогодних, оно, конечно, позволит контролировать заболеваемость. Ну, все от людей зависит. От самого человека, да? Конечно. Конечно. В первую очередь. Защититься надо. От личной ответственности каждого. Вот многое интересует, всегда у нас пишут наши телезрители, а вообще вот эта вот пандемия когда-нибудь закончится или нет? Как вы думаете? Когда 60% популяции будет иммунными. Или переболеют, или вакцинируются. Тогда естественным образом произойдет уменьшение числа заболеваемости. И это будет не пандемия, это будут обычные сезонные вспышки инфекционных заболеваний. А сейчас можем сказать сколько процентов человек заболели именно этим вирусом? На какой территории вы имеете в виду? Вот здесь у нас в республике. На российской республике? Ну, всего за все время у нас было 28 тысяч 89 человек. Репрессионировано этих случаев. Если наше население почти миллион, то 60% это должно 600 тысяч переболеть. Ну и вот сами подумайте, естественным образом, когда мы достигнем иммунной простуды. И Татьяна Геннадьевна, как инфекционист и доктор медицинских наук в конце вы что можете посоветовать нашим телезрителям? Пока мы не вакцинируем, пока человек не вакцинирован, он должен соблюдать все меры противоэпидемически очень строго. Это ношение маски, соблюдение социальной дистанции, как можно чаще мыть руки, после того, как приходите с работы, умыть лицо, на работе находясь, почаще мойте руки, уменьшить свои контакты. Но это те советы, которые уже за этот год повторяли сотни вчера. и как только появится возможность, обязательно вакцинируем. Ну что ж, Татьяна Геннадьевна, спасибо вам большое ваши советы и ответы на наши вопросы. Спасибо большое. Вам здоровья. Спасибо вам, Татьяна Геннадьевна. Спасибо. Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна, 邓 Съюрм В целом, если ты отрасываешься, то есть проблемы? Это хорошо, но я не биологически реакцией, а не биологически реакцией. Вот так и просто делаешь при ускорении гриппы. То есть, вы что же происходит? В общем, это же психиатр. «Поставься, мы чуть не можем говорить о психологическом организме», но как говоришь это, переживает riding организм пациента не только все. Это не дaches на рост. Как это значит? Нет. Можно не дать на рост. Тогда вы его желаете. Начинает готовить. Это организм, коронавирус, или дайте ответ. Что надо делать, то это бред. Это организм. Вcuement и так далее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...